Здравствуйте, я Ксения Станиславовна Литарева, профессор Вятского государственного университета. Это действительно интересная и замечательная книга, написанная в форуме романа «Интернет-диалога» двух собеседников, известного писателя, критика, журналиста, преподавателя Литературного института имени Горького, знатока жизни Толстого Павла Басинского и поэта-прозаика, журналиста Екатерины Барбаняги. Такой разный, дополняющий друг друга взгляд мужчины и женщины на величественную и мощную фигуру XIX века Софью Андреевну Толстую, жену Великого Толстого. Книга названа по горькой фразе Льва Толстого, обращенной к жене «Соня, уйди». Сама Софья Андреевна Толстая писала «Кто я такая? Я всего лишь жена Льва Толстого». Но ее жизнь, ее дневник, воспоминания современников свидетельствуют совсем о другом. Она была под стать своему гениальному мужу, стала его опорой, матерью его детей, 48 лет прожила, с этим говоря словами Горького, самым сложным человеком XIX века. Павел Басинский уверен, что о такой глыбе, как Софья Андреевна, должна писать женщина, и что впереди еще будет полная объективная ее биография. Действительно, как жить с гением, написавшим «Войну и мир» и «Анну Кареню»? За четыре недели выучившим древнегреческий, чтобы в подлиннике читать «Гомера», «Илиаду» и «Одиссею» и «Ксенофонта». Как жить с человеком ищущим, самоотверженным, страстным? Их личная жизнь, их семейная драма сложна и парадоксальна. Софья Андреевна не была шутницей, а она лучше умела грустить. Но когда Толстой в конце 1880-х годов написал Крейцерову сонату, а потом послесловие к ней, все это еще не было опубликовано в России, ходило в списках, многие читатели недоумевали, что Толстой предлагает не жениться, не плодиться. И вдруг в 1888 году рождается последний ребенок Толстых – Ванечка. Толстому – 60, Софья Андреевна – 44. Вот Софья Андреевна и пошутила, что Ванечка – лучшее послесловие Крейцеровой сонате. А фраза Толстого, вынесенная в заголовок, была им брошена в самом начале их совместной, еще безоблачной жизни. Она сидела на полу и что-то шила, вошел Толстой и сказал – Соня, встань! А она – зачем? Тут же тепло. И вдруг лицо Толстого стало злым, он разбил барометр, закричал – Соня, уйди! – и заплакал. О непростых отношениях и духовной высоте в книге Басинского и Барбоняги «Соня, уйди!» 16+.